друзья всем привет это компания x motors и сегодня на обзоре у нас новинка этого сезона gsl moto z5 в но перед началом нашего обзора я хотелось бы отметить вас о мошенниках ребят идет впереди летний мото сезон и все больше и больше появляется неактуальных объявлений на авито ребят не видитесь это самые обычные мошенники всегда проверяйте магазинное деятельство всегда смотрите цены на сайте производителя компания x motors является дилерами все техники которые представлены нашей компании и стоит у нас магазине поэтому обращайтесь ну что ж перейдем к обзорам если вы смотрели недавнейший ролик который вышел где был z5 то сейчас у нас идет именно z5 в сегодня поговорим об основных отличиях между этими моделями если вам интересно конкретно комплектация какие стоят моторы какие звезды какая резина рекомендую посмотреть прошлый видеоролик ну давайте перейдем к этому мотоциклу этот мотоцикл оборудован мотором fmf zs5 174 это означает что он идет с водяным охлаждением и у него идет пятиступенчатая коробка передач и наличие кикстартера например чтобы сравнивать z5 обычно идет без кика но у него есть 6 передача и нужно принципе понимать для тех целей вам нужен мотоцикл и нужно ли вам вообще 6 передачи и с этими вопросами всегда можете обратиться в нашу компанию к нашим ребятам профессионалам менеджером они спокойно ответят на ваши вопросы и подберут вам мотоцикл именно под ваши критерии именно под ваши цели данный мотоцикл также оборудован легендарной подвеской который идет полностью с регулировками также от бренда кики но тут она немножко видоизмененная и у него идет картриджная система которая более удобно сказать под дверку если вы смотрели другие наши видеоролики может замечали то что именно идет регулировка сверху а тут она сделана специально сбоку довольно удобно работает точно так же сделано за чисто для удобства вилка фактически тоже самое также имеет как и сжатие так и отбой снизу у вас будет регулировка отбоя сверху сжатие повторюсь сжатие это скорость по которой вилка отпускается вниз отбой это скорость по которой она возвращается благодаря такой тонкой подвески можно будет без проблем настроить мотоцикл как и под опытного райдера так и под уже новичка который только-только взял мотоцикл который еще переживает боится и хочет ездить немножко с комфортом учиться вас встречают здесь алюминиевый руль который имеет свойство рассказать не гнуться и не ломаться подобные рули встречается только на профессиональных мотоциклах например у европейцев или у японцев у него отсутствует центральный усилитель благодаря этому плотность металла намного больше и на удивление он очень легкий при конкретном ударе у него идет небольшой загиб небольшие микротрещины это все можно легко подремонтировать подкрасить и выровнять его просто-напросто какой-нибудь либо рукой либо хорошим рычагом трубой но как показа практика удары держит он очень сильно здесь также хочу обратить внимание на грипсы я всегда когда начинаю смотреть на кили в новом модели новых мотоциклов я обращаю внимание на мелочи здесь эти мелочи сделаны очень сильно идеально то что можно заметить что они даже заморачиваться просто там где ваши руки вы удержаться там где первое что вас будет рваться это ваши грипсы здесь стоят обалденные грипсы которые идут на болтовой захвате очень мягкие очень нежные что у вас руки не будут никогда в мозоли даже через какие-нибудь плохие перчатки они очень мягкие очень легко держится в руке и не будут проскальзывать но самый главный прикол эти грипс вы можете посмотреть на руле тоже смотрите он идет под болт если вы знаете стандартные грипсы задуваются просто-напросто воздухом либо с помощью мыла надеваются у них есть такая проблема как при попадании под нее воды начинает проворачиваться здесь эта проблема полностью решена провернуть ее не получится как бы вы это не старались как бы сильно вы бы этого не хотели ну так не будет здесь также как и принципе для всех моделях gsl установлены легкий выжим сцепления рычаги идут не ломайки поворачиваться абсолютно в любые стороны защита рук идет сразу с алюминиевой вставкой также показываю что ребята заморачиваются на своих мотоциклах чтобы вас ходило все очень долго и действительно защищала не имела только внешний вид мотоцикл оборудован как электростартером как и кикстартером на пятиступенчиной коробки передач фара у него идет диодная светит просто превосходно в принципе есть и ездить и каких-нибудь например на югах краснодарского края где темнеет у вас всем 8 часов вас фактически кажется что выключает свет эта фара будет освещать блин просто прекрасный вы будете видеть абсолютно везде и видеть очень далеко даже в темное время суток аббревиатуру мотора всегда нужно проверять здесь на самом моторе она показана внизу именно есть мм5 и мм3 повторюсь еще раз отличие между данными моторами мм5 идет и наличие пятиступенчатой коробкой передач и кикстартер мм3 идет шестой передачи но без кикстартером также сразу же раз мы здесь уже находимся можете посмотреть на кпп приключения передач она идет очень приятно на ощупь довольно толстый металл при этом легкий она идет алюминиевая идет также не ломайка в тупиком либо ударе она у вас сложат сложится либо при падении и вы не сломаете и самый главный сломаете вал всегда должны быть подножки такие они должны быть мягче и самого металла именно вала потому что если не будут плотнее из подножку то сохранить а сломаете вал именно здесь на gsl это сделано грамота что найдет не особо толстая прочная и принципе она поменее плотная чем сам вал цепь здесь идет уже усиленная 520 сожалению не сальниковыми в основном на кроссовый или эндуро мотоциклы сальниковой цепи не устанавливают одной простой причине не имеет очень большой вес а на мотоциклах кросс и эндуро вес очень важен сразу же установлены 49 звезда теперь идет 13 звезда поэтому подрыв на данном мотоцикле будет очень крутой с минимального количества оборота можете заехать на любую гору на любое препятствие даже сказать без каких-либо дополнительных усилий мотоцикла либо работы тела рост открыли газ он взлетел опыт у него идет алюминиевый толстые спицы однопрошневой тормоз сзади небольшой тормозной диск позади принципе он не нужен потому что основной тормоз на мотоцикле является передним переднее колесо также идет полностью алюминиевая имеет буксатор уже тормозной диск больше если вы со стороны посмотрите увидеть что он просто огромнейшие имеют также защиту и уже двухпоршневой тормоз спереди который позволит вам тормозить на нем фактически моментально потому что самое главное в скорости это тормоза тем лучше вы тормозите тем быстрее вы двигаетесь потому что перед поворотом вы можете затормозить прям перед ним не заранее а прям перед ним и быстрее открыться газ проехать небольшое препятствие бак у него идет сразу же увеличенного объема можете посмотреть со стороны какой здесь большой отлив а с другой стороны если вы будете сравнить увидеть что этого отлива нет это очень прикольная идея ребята сделали чтобы сделать балансировку потому что с этой стороны у вас идет выхлоп во-первых это для безопасности чтоб не дай бог ваш выгод на нагреве не пропавил бак и плюс баланс потому что выхлоп тоже имеет вес поэтому на данном мотоцикле когда вы будете ездить либо прыгать какие-либо трамплины вы не будете чувствовать что его куда-то все равно пытается кренить потому что баланс на кросс и эндуро мотоциклах очень важный выхлоп у него идет просто здоровенный в принципе соответствует его техническим характеристикам мотором но они все ставят сюда небольшую заглушку эта заглушка очень хорошо помогает если ваш мотоцикл стоит каком-либо дачном кооперативе и вашим соседям не очень нравится что вы любите выезжать на нем вечерами или вечером вернуться эта заглушка вам поможет сохранить с ними отношения но если вы хотите прочувствовать полный звук мотоцикла услышать реально басистый звук вашего мотора и убедиться что у вас там реально 28 лошадей а на этом мотоцикле 28 лошадей рекомендуется ее снять производитель это тоже учел здесь небольшой вырез есть небольшой шестигранника подлазить и откручиваете просто и достаете получаете классный басистый звук сиденье у него идет как мы так сказать мотогоны привыкли называть ее наждачкой сиденье очень хорошо держит но не бережет ваши штаны если вы будете ездить какую-нибудь карт-гонку эндуро либо на мотокроссе штанам вашим конечно же хана ну держать она вас будет очень жестко несмотря на то что будет здесь грязь либо будет тут лякать либо еще что-либо сюда налипнет это сиденье будет вас держать ну на ощупь на довольно приятно но все же есть небольшое ощущение именно наждачки данный двигатель оборудован двумя огромнейшими радиаторами аналог ктм 2020 года но принципе ребят забыл сказать полностью весь мотоцикл взят с ктм а двадцатого года есть ребята которые нас смотрят вы являетесь владельцами ктм можете посмотреть на данный мотоцикл есть у вас полома пластик либо потек радиатор знаете а джер шелли вам подойдет можете заказать нашей компании они есть у нас наличие как и принципе все запчасти на данный мотоцикл также хочу сказать про вес данного мотоцикла недавно подходили клиенты и все время спрашивали разница в 5 килограмм весе мотоцикл это важно или нет до 5 килограмм ребят для мотоцикл это очень важно данный мотоцикл весит 115 килограмм ну либо например кончил претендент это джер шел x2 или lx3 весен был на 5 килограмм больше ну поверьте данный мотоцикл обойдет его просто как стоячего потому что каждый килограмм каждый вес на определенных гонках или на определенный участок может сыграть плохую вещь если ваш мотоцикл тяжелый его на вас налипла грязь ваш мотоцикл фактически удваивается и тогда у вас разница получается уже не 5 килограмм а 10 килограмм это очень важно всегда когда выбираете мотоцикл всегда смотрите на легкий мотоцикл и обращайте больше внимания вам будет легче его поднять вытащить сколи в группе связи где-то забуксовали прорыли колью вам будет легко его поднять и переставить всегда обращайте на вес мотоцикла это очень важно а на этом у меня все с вами была компания x motors все цены есть у нас на сайте все всем пока